Оксана, добрый день. Здравствуйте. Рада вас приветствовать на проекте «Хочу к Пухову». Ну и вы уже такая героиня-победительница сюда пришли, да? Ну, хотелось бы для начала поучаствовать. Но я имею в виду, что вы же ведь над собой победу уже совершили. Вот расскажите, какую победу. Я сбросила 42 килограмма. Сейчас волосы у некоторых зрителей начали легко кудрявиться. Как это вообще возможно? Изначально они покудрявились у меня, когда я увидела минус 40. Как это возможно? Была очень хорошая мотивация, был очень хороший мотиватор, который сказал, ну все, забудь про себя, у тебя есть семья, дети, живем дальше. Я никогда не была худышкой, я всегда была такая хорошая. После замужества у меня произошел гормональный сбой, хотя все анализы были замечательные, ну такой гормональный сбой. Когда дети выросли, мне дочь старшая сказала, мам, ну хватит, у тебя есть внучки. А с внучками же надо активно контактировать, хотя я сейчас в своем уже, даже еще когда я была 153 килограмма, я могла сесть на шпагат. И с внучками мы сейчас контактируем более активно, чем я бы это делала, ну, три года назад. Сейчас у меня вес стоит, слава богу, он держится в том весе, который я сбросила. Но сейчас мне нужна помощь специалистов. Сколько времени вы уже держите результат? В декабре будет три года. У вас сейчас самая главная проблема какая? Хотелось бы что-то скорректировать. В каком месте, в какую часть тела вы хотите? Ну, во-первых, это живот. Вот самое стратегическое место – это живот, он мешает. Руки я не могу надеть, что-то короткое. Ну, если выбрать, допустим, три каких-то стратегических места, у меня никогда не было шеи. У меня как-то вот всегда вот это вот. Что вам хочется еще? Вы еще раз там замуж собираетесь? Ну, я открою маленькую-маленькую тайну. Моим мотиватором был бывший супруг. У нас с моими родственниками есть такая традиция – мы каждый год девочками. На 6-й, на 8-й марта делаем себе праздник, идем в театр. Ну, и в очередной раз, собираясь в театр, наводя красоту всю, муж лежит рядом и рассказывает. Я ему говорю, ну, посмотри, какая красота пропадает. Ну, это уведут. А он мне говорит, а ты в зеркало на себя посмотри. Вот это вот можно увезти? Знаете, как вот пелена с 9-го марта, я начала заниматься собой, это 20-й год. Забросив все эти какие-то вот лишние сейчас, да, намерем килограммы, я ушла от мужа. Для него это была неожиданность? Достаточно неожиданности. Но если вы станете еще краше? Замуж? Нет. Жестко вы с супругом-то? Ну, извините. Не надо было говорить. Помните, мужчины, одно неверно сказанное слово утром перед театром может изменить всю вашу жизнь.